Приветствую любителей флоксов! Октябрь месяц на дворе, а у нас, считай, полный разгар цветения. Но не совсем полный, это уже второе цветение сорта Уральские сказы. Но если вы посмотрите, довольно-таки неплохое и, я бы сказала, даже пышное для осеннего цветения. Сорт узнаваемый, ходит много споров, кто все-таки раньше создал этот сорт, российские селекционеры или западные, потому что есть его абсолютно полный аналог Феррисвилл западной селекции. Но останемся, как говорится, приверженцы мысли о том, что все-таки российская селекция была первоначальной. И вот смотрим на этот сорт Уральские сказы. Узнаваемые цветки, такие немножко закрученные, как пропеллер, и окраска дымчатая. Очень ранний сорт, он цвел в июле месяце, захватывал сентябрь. Ой, прошу прощения, в июле месяце начал цветение, захватывал август. Ну и вот сейчас вот это уже его повторное цветение. Кое-где, если присмотреться, видим, мычнистая роса немножко хватанула, но в целом костик зелененький, листва аккуратненькая. То есть, я думаю, для октября месяца можно, в общем-то, ему это уже и простить. Наверное, пора уже скоро и на покой. Еще раз повторюсь для тех, кто не смотрел мои предыдущие ролики по флоксам. Для того, чтобы увидеть довольно-таки пышное, неплохое осеннее повторное цветение флоксов, сразу после первой волны цветения желательно обломать макушки, не дав завязываться и возревать семена, чтобы растение не тратило на это силы свои, а направила их на выдвижение новых побегов, которые порадуют вас цветением уже в сентябре, ну и вот захватывая октябрь. Прекрасный узнаваемый сорт метельчатого флокса – уральские сказы.